Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это значит, что вы на канале Лёша Играет. Несколько дней назад вышло дополнение к игре Old World под названием Wonders and Dynasties, то бишь чудеса и династии. И в отличие от прошлых, где добавлялись какие-то сценарии, либо несколько лидеров, это действительно добавляет в Old World много контента. Во-первых, аж 30 лидеров. То есть вы теперь у каждой цивилизации можете выбирать начального лидера, а не по одному, как было раньше. Ну там было у некоторых цивилизаций и не по одному, но теперь их там 6 штук, что ли, 5 штук. И они отличаются не только начальными характеристиками, но они еще исторически достоверны. У них будут свои какие-то события, связанные именно с их историческим путем. И таким образом, считайте, нам дают 30 разных вариантов начала игры. Ну, для примера, у Суллы, то бишь лидера Рима, есть уникальная черта Диктатор. Не знаю, извините, не проверял, что это делает. У Хеопса, лидера Египта, появляется возможность строить бесконечные чудеса с меньшими расходами. А у Вавилонского Навуха Доносора вариант быстро захватывать обширные территории. В данном случае юниты, стреляющие под его руководством, могут прятаться в лесах. А вообще все юниты увеличивают обзор на карте. Кроме того, когда вы захватываете лагерь варваров или племени, Навуха Доносор получает дополнительного прачника и дополнительного разведчика. То есть, таким образом, можно очень быстро армию пополнять. Или, например, лидер Ассирии Ашур Убалит, безжалостный дипломат. Он получает автоматически улучшение отношений со всеми встреченными цивилизациями. И так далее. Вот так вот 30 разных начал. И, как я сказал, у них еще и собственные события происходят. Обещают больше 100 новых событий, связанных с династиями. Включающих попытки убийства, взаимодействия с различными историческими персонажами, культурами и цивилизациями. Основанными на реальных исторических событиях, в которых вот участвовали эти лидеры цивилизаций. Ну, например, среди лидеров Рима есть Агриппина, жена императора Клавдия и мать Нерона. И вот если вы ее выберете, то в процессе прохождения у вас будут появляться события, связанные с ее отношением с сыном. 8 новых чудес добавили. Джебель Баркал, Королевская библиотека, Карфагенский порт Катон, Акведук Джерван и даже Колизей. Также 120 новых исторических персонажей. Ганнибал, Ахенатен, Хамурапи, Статира, Шамурамат и так далее, и так далее, и так далее. В общем, я решил вечером постримить прохождение с этим обновлением, так что приходите смотреть, либо сами покупайте в ваших магазинчиках. По-моему, по сравнению с прошлыми дополнениями для Old World, выглядит круто. Мое дело было рассказать, ваше дело в комментариях свои впечатления написать. На этом все, играйте в умные игры, не забудьте заглянуть в плейлист, посвященный Old World, там и обзоры предыдущих дополнений, обзоры игры, руководство тоже есть. Ну и приходите на стрим. Покеда! Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!